24 апреля в культурно-спортивном комплексе ОНИКС Казанского Федерального Университета стартовал очный этап конкурса «Лучшая академическая группа». В этом году он посвящен году педагога и наставника, и году национальных культур и традиций в республике. Определение победителей и лауреатов конкурса будет проходить по номинациям. В каждой номинации принимают участие 10 старост академических групп, набравших максимальное количество баллов. Они покажут творческую композицию, выступление, презентацию, связанную с традициями, обычаями, культурой народов, которые проживают у нас в Татарстане. Мы участвуем в конкурсе первый раз, долго думали, стоит ли, нет, но собрали все свои силы, долго тренировались, надеюсь, что у нас что-нибудь получится. Конкурс проводится по шести номинациям. Первокурсникам предстоит соревноваться в номинации «Лучшая академическая группа первых курсов», вторым и третьим курсам, в номинации «Лучшая академическая группа младших курсов», а старшекурсникам и магистрантам в номинации «Лучшая академическая группа старших курсов». Жюри определит победителей именно в этих трех номинациях, а также в номинации «Лучший куратор академической группы». Этот конкурс прежде всего направлен на то, чтобы максимально Расплотить студенческий коллектив, показать лучшие практики, которые есть в академических группах и лучшие воспитательные технологии, которыми пользуются академические руководители при работе со студенческой молодежью. Начальник отдела по работе с общественными организациями и Институтом кураторства Департамента по молодежной политике Гульнас Морданова отметила, что для того, чтобы победить в конкурсе групп, студенты должны поддерживать хорошую успеваемость, участвовать в различных мероприятиях, а кураторы организовывать мероприятия с группами и проводить методическую работу в течение учебного года. Эмиль Мугинов, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.